О молитве Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знания, искусство и вообще культура обогащают душевные качества человека. Молитва же раскрывает в человеку духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение, любит каждого из нас. Он есть наш Небесный Отец. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должна быть свойственна радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле с миром духовным, коего он член, и паче всего с Богом, источником жизни. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знаменем, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима без слов и других внешних проявлений. В молитве христианин изливает перед Богом свою душу, прославляет Бога за его высочайшее совершенство, благодарит за милости, благодеяние и просит о своих нуждах. Словословие – самый совершенный и бескорыстный вид молитвы. Молитва Отцу Небесному. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва Духу Святому. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Который находится везде и все собой наполняет, Сокровище всякого блага и жизни подателя, Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси, благой, души наши. К Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Молитва Ефрема Сирина, читаемая во время всего Великого Поста, С понедельника по пятницу. Все молитвы здесь, на русском языке, В храме же читаемые на церковно-славянском языке. Господи и Владыка моей жизни, Не дай мне духа праздности, уныния, начальствования и празднословия. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви дай мне рабу Твоему. Так, Господи, Царь мой, дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего, Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. В молитве за умерших говорится «Подай, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде на воскресенье, Отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память». И хотя нет в Библии ни одного прямого указания на молитву за умершего неверующего, Сирахова, 7 глава, 36 стих. «Милость даяния добудет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». Вторая Маковейская, 12 глава, 43 по 45 стих. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драгм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишним и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. За умершего без покаяния, но безбожно израти в церковные постановления и не веря написанному в Библии, корыстолюбивые священники и суеверные прихожане приучились за деньги всем петь вечную память и со святыми упаковать. В обычной жизни обман легко доказать. Но как можно убедить всех, кто отпевает своих дорогих родственников, что их желание провести в Царство Небесное безбожника, есть лишь еще один тяжкий обман – себя и попытка обмануть Бога. О, если бы открылись наши глаза на то, что совершается в Церкви, когда священник кадит дымом кадильным, какие демоны поют у гробов, какие зловонья незримо расплываются здесь! Вот что видят святые при всех отпеваниях атеистов и умерших без причастия, без примирения с Богом через принятие жертвы Христовой. Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойников. Умерший был очень богатый человек, и за гробом его шло великое множество народа со свечами и кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших «Горе ему! Горе ему!». Одни из них держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружавших мертвеца. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Третьи лаяли, как с собаки, а иные хрюкали, как свиньи. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, крапили его смрадную водою, иные летали по воздуху около одра, на котором лежал мертвец. От трупа уже умершего грешника исходил удушливый смрад. Идя следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, ругаясь над поющими и говоря, «Пусть Бог не даст никому из вас видеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом со святыми упокой душу его и при этом называете его причастного всяческому злу рабом Божиим». Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором шел ко гробу того отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Житие святого Андрея Иродивого, 2 октября, страница 47. Сегодня же по воле московской патриархии отпевает, называя рабами Божиими, всех преступников и людоедов, начиная со Сталина и генеральных рабов греха, Леонида, Константина, Юрия и их верных подельников. И главная вина за лжи отпевания падает на корыстолюбивых священников и архиереев, приговоренных Богом к вечной погибели за замену Божьих заповедей вымыслами человеческими. Третий том настольной книги священнослужителей, страница 601. Псалмопевец же Давид хвалился пред Богом. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю» Псалм 118, 113 стих. «Наша православная церковь разрешает молиться только за живых еретиков и неверующих, и при том только об их обращении к вере православной, не о их упокоении в Царстве Божием». Святой Григорий Богослов слышал от Бога «Никогда же не молиться о нечестивых». Синоксарий в субботу Месопустную в Триоды Постной «Если кто без покаяния умрет, неверный, в жизни быв врагом Божиим, такому нет помощи после смерти, как и Давид пишет, ибо в смерти нет памятования о тебе, в Ааде, кто исповедается». Иоанн Златоуст в субботу Пентикостную о том, чтобы не плакать о умерших. «Если бы священники боялись Бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных, они бы знали, что недостойное, без должного приготовления причащения несет человеку болезнь и смерть телесную и духовную». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 31 стих. В житии Макария Александрийского, 19 января, страница 643, говорится, «Сей же преподобный Макарий рассказывал, дивное и ужасное, а именно, что в то время, когда братья приступали к божественным тайнам, некоторым из братьев и опы влагали горящие угли, а преподаваемое иерейской рукой тело Христова возвращалось обратно в алтарь. От тех же, кто были достойны святого причащения, бесы отбегали далеко. Между тем, около алтаря, с аиереем стоял ангел Господень, и вместе с аиерейской простирал свою руку гораздание божественных тайн. В Первоапостольской церкви был в церкви не Вавилон, смешение верующих и неверующих, но... Из посторонних же никто не смел приступать к ним. Деяния святых апостолов, 5 глава, 13 стих. Настоящий врач-пастырь, заботящийся не об угождении приходящим, а их спасении, как Иоанн Златоуст, предпочитает лучше тело свое отдать на съедение псам, чем тело Христова, недостойно причащающемуся. В описании жития святого Пафнутия Боровского, 1 мая, все числа по старому стилю, страница 56, говорится, «Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Князь Георгий рассказывал, что когда он шел на исповедь преподобному, у него колени подгибались. Пафнутий был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен. Так учат спасаться на Святой Евангелии, когда мы истинно молимся, всею душою, любя нашего сладчайшего Иисуса. Безбожника не должно вписывать в диптихи, в поминальники. Безбожником является не только неверующий, но и отступник, бывший крещеным. Согласно анафему патриарха Тихона, находятся под клятвою все сотрудничающие с советской властью, с врагами дела Божия, все сексоты, стукачи. Священник же должен знать каждое имя в поминальнике, как живого человека, достоверно, кто он, ибо даже за живого человека, не кающегося в своих грехах, запрещено молиться. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо я не услышу тебя». Иеремия, 7 глава, 16 стих. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иеремия, 11 глава, 14 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великою и рукой крепкою». Исход, 32 глава, 11 стих. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Первое послание Иоанна, 5 глава, 16 стих. «И никакие ходатай не помогут, пусть священники не обольщают народ, что Бог милостив и примет их молитву». Как говорит святой Иоанн Златоуст, «О милости Божией мы не знаем ничего, кроме того, что написано в Библии». «И сказал мне Господь, «Ходя бы пред лицо мое предстали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Иеремия, 15 глава, 1 стих. «Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» 1 книга Царств, 2 глава, 25 стих. «Согрешают против Бога не только явные хулители, но и отвергающие, нарушающие Святое Слово Божие, Библию». «Кто склоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Притча Соломона, 28 глава, 9 стих. «Допуская до причастия всех без рассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности церкви от мира, и делают свою и молитву народа мерзостью. Молитва бывает в грех». «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». Псалом 108, 7 стих. «Когда человек приступает к Богу, а сам кому-либо не простил от всего сердца согрешения против него». «Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа». Сирахова, 28 глава, 4 стих. 39 глава, 6 стих. 18 глава, 23 стих. «Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей это дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего». Премудрость Соломона, 8 глава, 21 стих. «Молитвы за самоубийц нет. Исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме». Тимофею 14. Как образец всесторонней молитвы за всех и по всем случаям указан в третьей книге Ездры, 7 глава, Брюссельское издание. «Нераскаянных грешников Бог не слушает». «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит молитву Его, того слушает». Послание Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Плач Еремии, 3 глава, 8-й, 44 стих. Высшая молитва – славословие, низшее – прошение. Исайя, 6 глава. «Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который, если и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Откровение, 11 глава, 17 стих. «Крыльями молитвы являются пост и милостыня» в Деянии Святых Апостолов, 10 глава. «Темная бесовская сила трепещет пред молитвой и постом». «Всей же рот изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. «Молитва, да будет непрестанной». «Бодрствуйте в молитвах». Первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. «Вдова лет 84, которая не отходила от крама, постом и молитвы служа Богу день и ночь». Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяния Святых Апостолов, 6 глава, 4 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 5 стих. «Необходимо, чтобы мы молились не только заученными заранее, написанными молитвами, но и...» «Свои желания открывали пред Богом». Послание филиппийцам, 4 глава, 6 стих. На молитве христиане по возможности стояли лицом к востоку. От Луки, 1 глава, 78 стих. Василия Великого, 91 правило. «Как желание вернуться в потерянный на востоке рай. Христос всю...» Ночь пребывала в молитве. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. «Как принято доселе во многих монастырях с неусыпающей псалтирию». «Будьте постоянны в молитве, бодрствия в ней с благодарением». Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Входящие на богослужение в церковь, да не выходят до конца». «Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца». «Как бесчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного». Апостольское правило, 9. Антиохийский, 2 правило. Апостол Павел настаивает, чтобы на молитве мужи возделали руки без гнева и сомнения. Первое послание Тимофею, 2 глава, 8 стих. Историки церковные утверждают, согласно записанному церковному преданию, что одни апостольских христиане совершали крестное знамение правой рукой. Василия Великого, правило 91. Первые христиане слагали отдельно четыре перста, и простертым одним перстом творили крестное знамение, запечатлевая свое тело и все вокруг себя. В римском пантеоне тогда насчитывалось около 500 идолов богов. На это Иоанн Златоуст, насмехаясь, замечает, что хотя по названию было много богов, а в действительности не было ни одного бога. И поднимая один перст, христиане утверждали веру в единого Господа Бога Вседержителя, Творца неба и земли. Когда же возникла ересь Ария, посигнувшего на учение Святой Троицы, крестное знамение совершать стали тремя перстами, как ныне молятся в большинстве православные христиане. Смотри житие епископа Милетия. С возникновением ереси, монофизитов и монофилитов, утверждавших, что во Христе только одна природа, божеская или человеческая, и одна воля, православное сознание утвердило учение о двух естествах и двух волях. Победа в Духе отразилась и на форме сложения перстов при крестном знамении. Стали касаться членов тела, лба, чрева, правого и левого плеча двумя перстами, простертыми вперед, указательного и среднего, пригнутого до уровня указательного, означающих божество и землю, два естества во Христе. При крещении Руси и было принято двоеперстие, в то время бывшее на большей части Греции. В дальнейшем из двух бывших в XVII веке форм сложения перстов в большинстве оказались слагающие троеперстие, что и принял в реформе патриарх Никон на Руси в XVII веке, безрассудно придав клятве святое двоеперстие. Правда, позже, в 1971 году, клятвы на старые обряды были сняты, признав, что оба обряда равны спасительные. Крестное знамение должно совершаться истово, чтобы тело чувствовало твердое прикосновение сложенных перстов. Крест начертывать четко, прямо, ибо небрежному маханию руки бесы радуются, говорит Иоанн Златоуст. Интересно, что на форму сложения перстов не указывает ни одно каноническое правило, ни один Святой Отец во времена соборов. Почему? Поклон совершать глубокий. Если поклон поясной, то наклон тела должен быть такой, что если опустить руку, то она могла бы коснуться пола. Земной поклон, когда руки, колено и голова касаются земли. Говоря о внешней форме молитвы, необходимо помнить, что наиглавнейшее – молиться Духом. «Всякою молитвою и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6 глава 18 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали предагансам, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Откровение 5 глава 8 стих. «Если о чем добром начал молиться, молись непрестанно». «Впрочем, близок сему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. «Со слезами». «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое богоговение». Послание евреям, 5 глава, 7 стих. «И если уже на молитве вспомнил, что на кого-то имеем что-то, следует простить тотчас». «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. Женский пол доприкрывает голову платком. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Первое послание к Оримфинам, 11 глава, с 3 по 10 стих. А голова мужа должна быть открыта. Каждый день являет нам бесчисленное благодеяние. Желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Иоанн Златоуст. «Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божье и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все. За всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное, за всякое доброе деяние или подвиг, за всякую победу над врагами нашего спасения, как нам заповедано». «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, восемнадцатый стих. «Позаботься же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божие благодеяния, в числе которых и самый сон». Преподобный Никодим Святогорец. «Все, что имею, считай полученным не от других людей, но от Бога, и Ему воздавая благодарность». Авва Исаия. «Принесите смертные благодарения Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустился в ад и извел умерших из гробов. Кто в состоянии воздать Ему за благость его к нашему смертному роду?» Ефрем Сирин. «Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало ли бы положить все за Господа? Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного его благодеяния. Хочешь ли знать, как нужно выражать благодарность? Исповедовать свои согрешения и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. Случится ли хорошее? Благословляй Бога. И хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога. И плохое прекратится. Мы не знаем, что нам полезно. В той мере, в какой Бог знает, следовательно, получили или не получили, мы должны благодарить. Иоанн Златоуст. Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути Богоугождения. Симеон, Новый Богослов. Следствие молитвы то, что мы пребываем с Богом, а кто с Богом, тот далек от его противника. Григорий Низский. Молитву делают успешнее не голые слова, но добрые дела. Иоанн Златоуст. Милосердие к ближнему и смирение перед ними в совокупности с чистотой сердца составляют основание и силу молитвы, желающий заняться подвигом молитвы, прежде нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причиняющими тебе какое бы то ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Перед молитвой покоди в сердце твоим фимиам страха Божия и святого благоговения. Постарайся умилостивить судью смирением. Молитву должно совершать с верою. Основать ее должно на незлобье. Приготовлением к молитве служит неприсыщенное чрево, отсечение попечения мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид. Благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх. Расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Ноги держать вместе, не переступать, не подгибать колен, руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. Первые христиане молились, крестообразно простирая руки или в таком же положении распростершись на земле в подобающем месте, не облокачиваться, не опираться на что-либо. Глаза устремлены вверх, вперед или вниз, но не блуждают, не озираться. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умершляющее нас для мира и для самих себя. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества. Необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред самим Богом. Епископ Игнатий Брянчанинов. Христос дал нам образец молитвы, научая нас, что быть услышанным Богом зависит не от множества слов, а от бдительности души. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глаз. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее. Единение многих. Союз любви. Молитве священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяясь с более сильными, возносить на небо. Преклони колени, воздыхай, моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдыха делаешь временем плача. Великое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует величайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с плодыкой. Ночные слезы лучше всякой росы. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. Получим ли просимое, не получим ли, будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Иоанн Златоуст. Многие, и тайно молясь дома, делают это для того, чтобы понравиться людям. Блаженный Феофилак. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва бесцерковная, ибо церковь называется земным небом, и такое страшное, и грозное, и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением. Святой Алексий, митрополит Московский. Не оставляй молитвенное правило, чтобы не впасть в руки врагов твоих. Авва Исаия. Наблюдай установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это суду. Антоний Великий. Возлюби более поклонных в молитве, нежели псалмопение. Исаак Сирин. Грешнику не должен оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне недостоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин? Все согрешили и лишены славы Божией. Послание римлянам, 3 глава, 23 стих. Недостоинство твое ничем тебе повредить не может. Тихон Задонский. Мать всех добродетелей молитва. Она не только может очищать и питать, но просвещать и в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся. Нил Синайский. Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле слабее всех. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитву и не имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет своей душе ничем благородным. Великое благо молитва. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от этого немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом Иоанн Златоуст. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудии к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде Божьем. Действуй молитвой, воодушевленной плачем. Такая молитва пламенное оружие, попаляющее страсти, прогоняющее духов отверженных. Игнатий Брянчанинов. Страсти, как сказано, суть демоны и уходит от призывания этого имени Иисусова. Варсонофий. Кто чреват злобою, а молится Отче наш, тот призывает не небесного Отца, а преисподнего, который сам есть лжец и делается Отцом лжи и греха. Григорий Низский. Блажен воистину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, взывая к нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя, свечки, как солнце, проходя над землей, производит тень, так святое и достопоклоняемое имя Иисуса, непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений Иссихий и Иерусалимский. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтирь. Великая польза поучаться из псалтири и читать ее прилежно. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как псалтирь. Да не неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной, и если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. Молитва за врагов умилостивляет владыку. Делаемся подобными Богу, а если за друзей, то как мытари, ибо и они любят любящих их. Молитва воздух для души, противоядие против грехов. Зимой большую часть ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе повторяй, Бог дал, Бог и взял. Повторяй это и угодишь Богу. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Исаак молился о неплодстве Ревекки двадцать лет. Мы же двадцать дней не молились. Я уже говорил, что многие, зевая, потягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. И так одни небрежением, а другие ревностью губят себя. Учит дьявол и добивается своего. Ударишь ли ты раба перед его господином, а ты бьешь раба господня перед ним. Помни свои грехи, бичуй себя, а ты, человек, и сам не слышал себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели ни о чем не думаешь, а здесь на молитве тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти. Часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенство в молитве прочей твари, солнцу, птицам. Встань раньше, прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами, а у нас молитва прерывается от всякого стука, шума, или я не зевал, подобно нам. Иоанн Златоуст том 1-й, страница 526-я, том 2-й, страница 327-я, 410-я, 454-я, 833-я, том 3-й, страница 42-я, 326-я, 368-я, 371-я, 469-я, том 4-й, страница 816-я, том 5-й, страница 11-я, 38-я, 59-я, 67-я, 239-я, 403-я. «Когда вы приходите являться предлицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Исайя 1-я глава 12-й стих. «Пастыри пасли самих себя» и «Изекииль» 34-я глава 2-й стих. «Обманывали народ, допуская всех до таинств, без изменения жизни людей». «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так, что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Исайя 28-я глава 13-й стих. «За грехи корыстолюбия я гневался». Исайя 57-я глава 17-й стих. «И чем более грешат люди, тем более идут покупать нечистые свечи, и выгодно священникам держать народ в грехах, не допускать их до истинного покаяния, до истинного православного крещения, а мочить им лишь головы, обольщая всех, в кавычках, благодатью». «Грехами народа моего кормятся они». Исайя 4-я глава 8-й стих. Даниила 14-я глава. Патриарх должен уйти в затвор, как патриарх Павел 4-й, подписавший еретические документы. 760-й, 84-й год. Проказа съела дом Божий грехом. Левит, 14-я глава, 44-го по 48-й стихи. «Разломать, закрыть его и начать с нуля». Эта едкая проказа захватила не только российский дом, но и, что самое страшное, русскую православную церковь. Неверующие Библии, презирающие соборные каноны архиереи и священники, поражены духом обмерщения. «Крадут слава мои друг у друга». Иеремия, 23-я глава, 30-й стих. Ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников. Макарий Александрийский, 19 января, видел пресвитера. Проказа съела его рот так, что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет больше совершать литургии. Это же про наше время. Симеон Столпник, 1 сентября, обличил бесноватого священника, говоря, что бес вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. Геннадий, патриарх, 31 августа, доказывает, что ненаученный пресвитер не может людей вести к спасению. Ставить в священники раньше 30 лет категорически запрещено. А если такое уже случилось, должны немедленно быть извергнуты из сана. Правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уроченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30 лет крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется. И по диакон да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Шестой Вселенский Собор 14-15 правило. Сегодня ставят таких в сан, кто и Библии не прочитал и не знаком с правилами Соборов, но сам он знаком безбожным властям, как аморфный к делу Божию, который на все нарушения угождать допустившим его к властям атеистам, а не Богу. Трагедия русской церкви. Все нужно начинать, как во дни Афанасия Александрийского, с домовой церкви, с покаяния и отречения от мира. Обмерщенная, как ныне, церковь будет скоро уже не агитпунктом КГБ, но служанка Антихриста, ибо по некоему пророчеству православный патриарх должен венчать на царство всемирного диктатора Антихриста. Мерзость запустения на святом месте в рассвете. Имеющий уши слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Ей, гряди, Господи Иисусе, Откровение, 3 глава, 22 стих, 22 глава, 20 стих. Продолжение следует...